Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Андрей Чуев считает, что Марина Африкантова предала его, не уйдя вместе с ним с проекта. Это не пиар и не сценарий, это настоящее предательство, говорит Чуев. Но я не злюсь на Мариночку, у каждого свои идеалы. Марина же оправдывается тем, что она уверена, что Чуев еще передумает и вернется. Андрей, Саша Гозиас и Костя Иванов после ухода с Дома-2 сняли коттедж площадью 360 квадратных метров. Они будут жить втроем и заниматься общим делом. Они все говорят, что Марина их подставила. Видимо, рассчитывали пожить у нее в квартире. Как вы помните, все аккаунты Марины в соцсетях, на которых она зарабатывала, были удалены. В сети говорят о том, что это дело рук Чуева. Марина уже обратилась за помощью к хакеру Вики Романец и скоро ей помогут восстановить страницы. Ваня Барзиков публично унизил свою избранницу. Он считает, что в некоторых вопросах Лиза Полыгалова ничего не смыслит. По мышлению, Лиза еще молодая, сказал Ваня, в каких-то моментах глупенькая. Вика Комиссарова познакомила Антона Шоки со своей мамой. «Знакомство прошло хорошо», пишет девушка. «Также мы разговаривали по видеосвязи с моей семьей, там были все. Антон в восторге от моей семьи». Как вы помните, к Захару Саленко пришла новенькая Дарина Маркина. Несмотря на зарождающиеся отношения с Майей Донцовой, он общается и с Дариной. Он старается помочь ей и оказывает поддержку на проекте. Ольга Рапунцель стала первой, кому на Доме-2 поставили памятник. Дмитренко написал в своем блоге «Впервые на телепроекте Дом-2 увековечили жопку Оли». В соцсетях прошел слух, что новой ведущей на Сейшелах станет Виктория Боня. И якобы девушка уже возвращается в Москву для подписания СТНТ-контракта. Михаил Терехин наконец-то нашел себя. Он уже устал от имиджа Миши из Дома-2. Он хочет всем доказать, что после Дома-2 есть жизнь и при этом не обязательно вести вечеринки. Как вы помните, недавно Терехин получил статус адвоката. И сейчас он будет представлять в суде интересы певицы Кати Гордон, на которую подал иск ее коллега по цеху Вадим Казаченко. Вика Романец трудоустроила Антона Гузева в компанию, в которой трудятся Габозовы. Раньше она на вопросы своих подписчиков отвечала, что Антон работает ее молодым человеком. Ольга Бузова отправилась в Самару. Она проведет там свой семинар «Мой путь к успеху». Наталья Варвина решила заняться блогерством. Наталья записала пародийное видео, которое высмеивает бьюти-блогеров и их поведение перед камерой. Фанаты пришли в восторг от ее чувства юмора. Бывшие участники Дома 2 Катя Токарева и Юра Слободян переехали в новую квартиру. Поздравляем ребят с новосельем. Надя Ермакова отметила 33-летие. Она провела этот день на работе и участники проекта с юмором поздравили Надежду. Одна из недавних фотографий Ольги Бузовой в компании «Друзей» облетела почти все газеты. На нем Ольга красуется в одной лишь удлиненной рубашке без юбки. В очередной раз ее обвинили в неумении комбинировать вещи. Ольга отвечать на критику и вступать в дискуссию не стала. Видимо, она уже привыкла. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.